Баллончики с краской и уйма фантазии. Так рождаются городские легенды. И стрит-арт превращает невзрачные стены в предмет восхищения. Автор этого рисунка Данила Шмелев приехал из Москвы. Он уже участвовал в подобных фестивалях в Италии, Нидерландах, Германии и даже в Арабских Эмиратах. Создавать изображения таких масштабов для него привычное дело. Тут будет две чашки чая. Это будет о разговоре двух людей, неспешном разговоре за чашечкой чая о размеренности, которой у нас, допустим, маловато в Москве. Унылые фасады здесь оживают на глазах. Краска, кстати, устойчива к дождю, снегу и солнцу. Продержаться она должна около 10 лет. На этом фестивале профи стрит-арта создают композиции именно в национальной стилистике. Здесь вам и колоритная домашняя утварь, и горянка с кувшином на всю девятиэтажку. Это меняет облик и восприятие города. Ну, то есть и люди, когда видят, что художник сделал эту работу, ну, их это может вдохновить на какие-то, может, менее масштабные, но улучшения. В этом году вместо привычного холста пробуют фасады зданий дагестанский художник Андрей Калугин. В прошлом году он участвовал в этом фестивале в качестве ассистента. Сейчас же уже представит собственную работу. В этой работе я хотел показать, как бы женщина – это начало, она дает жизнь. Она держит в руках цветы, вокруг нее птицы, все живое. Стрит-арт-фестиваль в Дербенте дает старт Союзу свободного искусства в республике, уверены художники. Ну, а организаторы обещают не останавливаться на достигнутом и каждый год находить новые площадки для испытания творческих идей граффити художников. Или как они называют себя в творческой среде – райтеров. В общем, в итоге у нас получится с прошлым годом в Дербенте разрисовано 9 фасадов многоэтажных домов. И еще одно личное пространство разрисует Пакрас Лампас. Пакрас Лампас – российский художник-каллиграф, который стал амбассадором собственного стиля граффити. Сегодня он рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Его творчеством интересуются международные бренды, а сам Лампас стал создателем своего мерча. Им и будет разрисовано одно из уличных пространств города Дербент, какое именно организаторы пока держат в секрете. Батимат Ханнапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Дербент.